А мы с вами сегодня обсуждаем прекрасный латиноамериканский сериал. Вот видите, все говорили, вот Латинская Америка может создавать свои сериалы, а Россия создает такие серьезные, фундаментальные фильмы. Вообще российский кинематограф, он такой интеллектуальный, в общем, имеющий свою особую интонацию, свою тематику. Нет, видите, мы можем тоже вполне работать в тренде. И вот сериал «Трусы Навального», который сегодня, наверное, уже 160 какая-то серия перед нами разворачивается, он оказывается очень популярен на Западе. Его активно обсуждают, его активно транслируют. И вообще в нем все больше и больше самых различных эпизодов. А мы должны понимать, что, знаете, как вот в этих латиноамериканских сериалах, когда их только начинают снимать, и когда съемки уже идут 10 лет, то, разумеется, уже никто не помнит, что там было в самом начале. И поэтому сюжеты начинают повторяться или полностью противоречат позднейшие сюжеты тому, что было в самом начале. Вот мы, собственно говоря, сегодня и наблюдаем в этом сериале, который мы с вами видим, как раз вот эти вот все вещи. Действительно, все очень забавно и интересно. Тут, на самом деле, вот я вижу, пишут, что, дескать, ну, «Трусы Навального», да что же такое, там зачем-то обсуждать. Да нет, это действительно интересно, забавно, хотя там есть и серьезные такие некоторые моменты в этой всей истории, которую мы с вами тоже обсудим. Потому что мы с вами наблюдаем вот то, что еще, наверное, несколько лет тому назад даже вот нельзя было себе представить, что вот это все будет серьезно. Вот все вот это будет на самом деле. Наверное, если бы вот это раньше бы показали, то это было бы просто что-то, ну, никто бы просто даже в это не поверил. Причем то, что сегодня делает Запад, вот когда там сидит, соответственно, Навальный, да, и вот оттуда он что-то такое шлет, то это действительно, это такая попытка, как это можно описать, это попытка забросить дохлую кошку через забор к соседу. Вот если коротко описывать, да, то, что сегодня происходит. Да, действительно, вот эта попытка забросить дохлую кошку через забор к соседу, и больше, наверное, ничего. Но кошка такая оказывается очень пахучая, и все никак не разложится, и доставляет массу неприятностей как одним, так и другим. Все это, по большому счету, понимают, но все-таки, поскольку она может служить каким-то аргументом в этой странной игре, то ее продолжают вот таким вот образом, соответственно, перебрасывать. Я напомню, что происходит. Навальный позвонил какому-то сотруднику ФСБ, и этот сотрудник ФСБ как на духу рассказал ему все, что вот происходило, как его травили с помощью вот этих вот всех трусов. Якобы он там какой-то пранкер, там, значит, пранк включил, якобы он там изменил свой голос там или еще что-то, хотя на самом деле ничего он там не менял. И вот этот сотрудник ФСБ спокойно рассказывает, да, как вот они его там убивали, и все тут же страшно возбудились, написали там кучу всего. А мне это все очень напомнило такой вот эпизод. Наверняка все видели этот замечательный такой сюжет, да, Вячеслав Полунин, когда он изображает, как по телефону звонят человеку, да, и сразу работает за того и другого персонажа. Вот давайте посмотрим как раз это у нас второе видео. Оно совершенно замечательно, очень хорошо показывает сущность происходящего. Вот примерно то, то, что произошло в таком кратком очерке. Причем действительно вот эта фантасмагория с какими-то сотрудниками ФСБ, которые кому-то там чего-то рассказывают, понятно, где они живут, как, она уже приобретает какой-то действительно такой всемирный характер, потому что не так давно буквально, вот мы знаем, журналисты с CNN пытались прорваться в квартиру к человеку, которого они посчитали сотрудником ФСБ, и задавали ему совершенно замечательный вопрос. Вот можно нам посмотреть вот это третье видео, как эта замечательная история выглядела. Она меня очень позабавила. So we're here now at the home of one of the FSB team, and we're going to go see if he has anything to say to us. We enter a run-down apartment building on the outskirts of Moscow, where operative Oleg Tayakin lives. Здравствуйте, Олег Борисович, да? Меня зовут Клариса Уорд, я работаю в CNN. My name is Clarissa Уорд, I work for CNN. Can I ask you a couple of questions? Можно вам спрашивать? Это ваша команда отравила Навальни? Was it your team that poisoned Навальни, please? Do you have any comment? He doesn't seem to want to talk to us. Зеппельк приходит в ярость на этих кадрах. Хорошо видно, вырывает и вышвыривает за дверь микрофон, сам берет в руки штатив и тоже выносит за дверь. Этого вполне, я думаю, достаточно. И вот мне так очень интересно. Вот представьте себе, да, вот то, что вы сейчас видели. Вот приходит человек к какому-то журналисту, к какому-то человеку, говорит, здрасте, а простите, это вы отравили Навальну? А что она хотела услышать в ответ на этот вопрос? Чтобы он так потупился, да, и так ковыряет тапком какой-нибудь половик вот этот перед входом? Знаете, честно говоря, да. Да, уж вы меня прям вот застали, вот, к сожалению, врасплох. Ну вот не надо на меня так смотреть. Ну работа такая, ну что вот в самом деле? Да еще из-за этого Навального травили, не дотравили. Знаете, как меня нахлобучили потом? Начальство. Если бы вы знали, вы бы вообще ко мне даже не приходили бы. Вот что хотите со мной, то и делайте. И не приставайте, пожалуйста, ко мне. Она вот это хотела узнать? Она вот это хотела услышать? Вот они, это все серьезно? Вот этот СНН, вот эти вот звонки, фейсбешникам, которые говорят, ну да, я там в трусы накапал чего-то, понимаете, да, вот шов, гульфик, там подробно разбирается целая карта, понимаете, в каком месте там, что, чего. Вот это все всерьез. Причем Запад это действительно воспринимает всерьез. Вот покажите, пожалуйста, да, четвертое фото, где все французские газеты там просто захлебываются сегодня в том, что происходит. Вот, посмотрите. В это трудно поверить, и все же агент российской спецслужбы случайно признался покушением на оппозиционера Ле Порезьян. Это впечатляющий поворот событий. Выдавив себя за сотрудника безопасности Навальный по телефону, допросил одного из сотрудников ФСБ, причастных к его отправлению, попавшись в ловушку, последний подтвердил, детализировал операцию также причиной неудачи. Медиапарт. На недавних расследованных СМИ об отравлении Алексея Навального в августе не закончились элементы, изобличающие ФСБ. Последовала серия унижений в адрес агентства российской разведки, Ле Монт. То есть вот это вот сегодня происходит на Западе. И не только во Франции, очень во многих вообще местах. То есть абсолютное сумасшествие. Позвонил, да, вот эта вот история с трусами, вот кто туда чего. А давайте вспомним, там же яд на бутылке был. Еще недавно вот эта бутылка-то бутылка, где она? С которой все носились, как с писаной торбы. Ее там вывозили каким-то там особым образом на Запад, чтобы она никому в руки не попала. А где теперь эта бутылка-то? Все, опять все вернулось вот к этим самым трусам. Где тогда? Причем Навального пытались отравить дважды. Где предыдущие трусы в таком случае? Где они? Причем, вы знаете, мы тут провели небольшое такое расследование и обнаружили трусы Навального. Вот честно, совершенно эксклюзив. Вот пятое фото можно показать? Вот только для вас. Вот они. Сильно поеденные новичком. Вот после новичка трусы обычно выглядят вот так. Поэтому вот это вот мы нашли, например. А вторые трусы вот на шестом фото недавно показывал один оппозиционный активист, вот режиссер Виталий Минский, дочь даже не знает, как его зовут, его Манский зовут, задержали у здания ФСБ. Он держал в руках синие мужские трусы. Вот. Это то, что происходило недавно напротив здания ФСБ. Эти поновеи, они, видите, наверное, они меньше пострадали, может быть, вот от этого всего. Вот Навальный, очевидно, не понимает, и те, кто за ним стоит, что трусы Навального теперь потащатся ему, вот как Гоголь говорил, вечное прозвище. Вот человек вот с этим мемом, он уже не может стать никем. Это знаете, как в свое время была такая антипартийная группа еще давно, в каком-то 57-м году, Маленков Каганович Молотов и примкнувший к ним Шипилов. Они там выступали против Хрущева, были смещены. В общем, не важно. Важно, что вот этот Шипилов, он всю жизнь потом вздыхал и говорил, господи помилуй, вот помру, и останется в истории только одно, и примкнувший к ним. Больше никто ничего знать не будет. И в самом деле, вот сегодня никто не знает, кто такой Шипилов, но все знают, что он когда-то кому-то примкнул. То есть вот самое интересное, что действительно теперь кроме вот этого предмета туалета не останется ничего и напрямую связанного с ним. То есть вот знаете, как Шиндерович, матрас, например, да, навальные трусы, то есть вот к ним ко всем пристанут какие-то предметы быта, обихода, после которых можно уже никуда не избираться и вообще никаких планов не строить. Очевидно, его какие-то руководители, а у него есть кураторы и на Западе, и у нас в центре Москвы во власти, они сидят и в разных кабинетах, они то ли с ума сошли, то ли это просто какое-то изощренное издевательство. Но, в общем, действительно, то, что мы сегодня наблюдаем, это совершенно потрясающая история. Причем, что самое главное, в эту историю верят вот его вот эти хомяки, которых можно вот просто на пальцах развести. Я думаю, все вот эти хомяки, они играют на перстке на вокзалах, они, соответственно, там им гадают цыгане и все, потому что их можно просто взять голыми руками. Вот простое такое видео. Вот можно, тут очень интересная такая была тема. Владимир Владимирович Путин позвонил одному Навальнисту в Барнаул, какому-то главе там штаба или еще кому-то, и стал с ним разговаривать. И вот этот Навальнист на полном серьезе беседует с Владимир Владимировичем Путиным, даже у него в голове такого вот нет того, чтобы подумать. Подождите минуточку, а Владимир Владимирович Путин просто вот берет, поднимает трубку, звонит Барнаул, какому-то Навальнисту. Вот можно нам вот видео 8 вот это включить? Бесподобно совершенно. Здравствуйте, это Алексей Навальнист. Да, слушаю вас. Вас Владимир Владимирович беспокоит, я вот хотел лично разобраться, что мне спецслужбы регулярно докладывают там о высшем недовольствии. Мы сейчас на международном форуме, наши иностранные коллеги упрекают меня, что мы заботимся и интересуемся только правовластными организациями, но это не так. Конечно, конечно. Как там ваше дело? Пожалуйста. Как наши дела? Да, как там Алексей Навальнист себя чувствует? Все хорошо. Да, все. Ну, спасибо за беспокойство, Владимир Владимирович. Спасибо. Может быть, помощь нужна? Садись-то в чем-то, в чем необходимо, там поможем? Ну, конечно, конечно. Вот, с помощью необходимо. А как? Нужна всегда помощь. Ну, я попрошу, коллеги вам тогда помогут. Вы же Барнаул, по-моему, правильно? Барнаул, Барнаул, конечно. Ну, хорошо. Я попрошу с вами тогда свяжется в ближайшее время. И не нужно быть так агрессивно настроенным против партии нашей. Конечно. Просто нужно всегда относиться к людям, главное, с уважением. Потому что я очень переживаю за Лешу Навального. Решил лично позвонить. Да даже вот когда в Германии был, Ангелу Меркель попросил, чтобы за ним проследили. Ну, правильно. Это очень хорошо. Да, да. Тогда давайте. Хорошо, что помните о Барнаулском штабе, звоните нам. Конечно. Это очень приятно. А как иначе? Настроение безопасности наших людей для меня превыше всего. Я уже говорил об этом. Да, да. Ожидайся с вами тогда сотрудники. Спасибо за звонок. До свидания. Вот вы слышали, какой голос, как он дрожит, как он подобострастен. Да, да, спасибо, нам нужна помощь. То есть они же с Путиным воюют. И вот сейчас вот этот Путин, так называемый, да, он сказал, да, вы знаете, завтра вот вам занесут тут мешок. Или вот это, скажите, что вам нужно. И они бы тут же согласились. Да, Владимир Владимирович, конечно. Ой, посмотрите. Ой. И весь видно, что уже под ним там какая-то лужа растекается, что он уже сегодня, сейчас побежит говорить. Мне звонил Путин. Вот вы можете себе представить, что это за люди? Вот это вообще, вот то, что сейчас произошло, это гораздо лучше вот этого пранка, который был разыгран Навальным с каким-то офицером ФСБ, потому что это действительно смешно. А там это уже вот выглядит как-то совершенно омерзительно.